Видео подготовлено сайтом online.gdz.net Всем привет! Сейчас мы с вами разберемся, как выполнить задание номер 94. С помощью таблицы простых чисел, помещенной на форзацию учебника, нам нужно с вами определить, какие из представленных чисел являются простыми, а какие составными. И вместо таблицы на форзацию учебника я буду пользоваться для выполнения задания вот этой таблицы, которая отличается от той, которая в учебнике, только цветом. И, соответственно, если мы число найдем в представленной таблице, то оно будет являться простым, а если числа в таблице нет, то оно, соответственно, будет являться составным. Начнем с числа 101. Вот оно у нас в таблице простых чисел присутствует, значит, число 101 простое. Следующее число – 121, и в таблице его нет. Идет сначала 113, а потом сразу 127. Значит, 121 – составное число. Следующее число – 253. Смотрим, есть ли оно у нас в таблице. Есть число 251, 257, значит, числа 253 в таблице нет, и оно является составным. Число 409 проверяем. Вот оно у нас есть в таблице, значит, число 409 – составное. Следующее число – 561. В таблице его у нас нет. Есть число 557, 563, потом идет, значит, число 561 – составное. 863 у нас есть в таблице, вот оно. Значит, оно простое. И последнее число 997. Тоже присутствует в таблице, вот оно у нас, последнее здесь. И поэтому число 997 является простым. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.